Возлюбленные, Господи, братья и сестры, дорогие друзья, Христос Воскресе! Несколько дней назад правительство Москвы объявило о том, что на Болотной площади не будет гей-парада. Активность православной общественности, других общественных сил, родительских организаций, в частности, достигла своего. Как совершенно правильно написал по этому поводу православный публицист Сергей Худиев, мы не прогнулись. Россия и Москва в очередной раз подтвердили, что наши власти руководствуются в первую очередь волей собственного народа, а не давлением извне, причем давлением, которое ссылается на какие угодно общественные настроения, но не на настроения нашего собственного общества. Совершенно очевидно, что, как уже было сказано и в этой программе, большинство жителей Москвы, большинство граждан России никоим образом не приемлют агрессивные пропаганды половых извращений, к которым нас пытались принудить некоторые внешние силы и некоторые очень малочисленные, но агрессивные группы внутри нашего общества. Не случайно православная общественность в свое время подняла очень и очень важный аспект этой проблемы. Планировалось проводить так называемый гей-парад, акцию пропагандистов гомосексуализма в том месте, где собираются дети, в том месте, где существует специально для детей придуманная скульптурная композиция. Как я уже говорил, можно по-разному относиться к ее художественным достоинствам, но очевидно, что она специально создана для того, чтобы привлечь внимание детей и напомнить их о нравственных ценностях и об опасности пороков. Вот в этом месте один из пороков собирались пропагандировать. Прекрасно, что власти города Москвы высказались против того, чтобы это место использовалось для акции пропагандистов гомосексуализма и православная общественность благодарна властям города за это, о чем очень ясно было сказано на миссинге православных христиан и других общественных сил, который состоялся на том самом месте, где планировался гей-парад в субботу 21 мая. Будем надеяться, что и впредь власти России, власти Москвы, власти других наших городов будут прежде всего прислушиваться к голосу нашего собственного народа, который имеет определенные веками нашей культуры и нравственные представления, а не к голосу тех, кто пытается путем политического шантажа и запугивания изменить сначала выбор власти, а потом через промывание мозгов изменить и волю народа. Будем надеяться, что этого никогда не произойдет. Будем надеяться, что евангельская нравственность, традиционная для большинства народов Европы, у нас не повредится, как это было в случае с Европой Западной, а станет вечным и неизменным элементом жизни страны, ее образа действия, ее образа мышления, ее общественного и государственного самостояния, то есть независимости, то есть суверенитета. Хотелось бы вернуться сегодня еще к одной теме, которую мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков программы. Отпраздновал наш народ 9 мая. Представители церкви во главе со святейшим патриархом участвовали в праздничных мероприятиях. Святейший патриарх был на президентском приеме в Кремле. Несколько представителей церкви, в том числе ваш покорный слуга, были на параде на Красной площади. И во многих храмах, в большинстве храмов нашей церкви в этот день совершалась молитва о тех, кто пал на поле брания за веру и Отечество и обо всех, кто умер в плену в горьких работах, умер от ран, от болезней, от страданий. Главное для церкви – это молитва о тех, кто покинул этот мир и о тех, кто еще живет в нем, о ветеранах, которых мы чествуем, вспоминая о том, как много для нашего народа значила победа в Великой Отечественной войне. Мы очень хорошо знаем из открытых сегодня и общеизвестных сегодня исторических источников, что руководство нацистского режима не видело будущего за нашим народом и вообще за славянскими народами. Им была уготована участь рабов и медленное вымирание. Была принята сознательная политика, направленная на то, чтобы в среде этих народов рождалось как можно меньше детей, на то, чтобы эти народы разделялись как между собой, так и внутри себя, на то, чтобы у них никогда не было сильной духовной опоры, чтобы у них было как можно больше самых разных религиозных и псевдорелигиозных образований. Наконец, речь шла о том, что эти народы никогда не имели бы возможности, если бы нацистский режим восторжествовал во всей Европе, иметь самостоятельную роль в европейской и мировой истории. Люди, которые воевали против гитлеровцев, имели разные убеждения. Некоторые из них искренне кричали за родину, за Сталина. Многие из них были носителями коммунистической идеологии. Но очевидно и то, что даже в этих людях, о чем много раз говорил святейший патриарх Кирилл, были живы христианские ценности. Жертвенность, любовь к отечеству, любовь к своим ближним, готовность отдать всего себя ради ближних своих. Именно эти ценности, которые не были окончательно вытравлены из народной души, даже несмотря на господство тоталитарной атеистической идеологии, дали возможность выиграть войну. Не забудем мы о том, что многие из тех, кто вроде бы формально отошел от веры, на самом деле на войне вновь стали верующими людьми. Известно поговоркой, на войне не бывает атеистов. Может быть, атеисты и были. Но большое количество недавних атеистов на войну шли, спрятав крестики и иконки в своей одежде и даже в своих партийных билетах. Наконец, большое количество людей просто никогда не изменяли своей христианской вере и пришли на фронт именно с этой верой. Да, идя под красными знаменами, но молясь Божией Матери и всем святым в земле российской присоявшим. Мы знаем, что многие священнослужители и монашествующие, в том числе будущий, святейший Петер Московский и все Руси Пимин, воевали с оружием в руках за свою страну, за свой народ. При этом многие и многие люди без восторга относились к советской власти. Многие имели серьезные претензии к этой власти. Многие от нее пострадали. И тем не менее, среди этих людей большинство не повернуло оружие против своего народа в пользу тех, кто, как многие догадывались уже в это время и, как мы доподлинно знаем сейчас, не желали для нашего народа никакого будущего, по крайней мере, самостоятельного и достойного будущего, уж точно не желали. Сегодня много ведется споров о том, как праздновать День Победы. Может быть, не нужны бездумного триумфализма, который периодически появлялся в некоторые периоды советской и даже постсоветской истории. Война всегда страшна. Война всегда зло. Смерть человеческая всегда зло. Ужаса войны и злоупотребления, которые происходили в военное время, сегодня не являются табу ни для историков, ни для творцов культуры, в том числе массовой культуры. Но несмотря на всю правду, которую нам нужно знать, мы должны помнить великий подвиг нашего народа, подвиг, который во многом был движен христианскими чувствами, осознанными или неосознанными. Подвиг, который сохранил для будущего Россию и ее народ. И значит, хотим мы это признавать или нет, сделал возможным то духовное и национальное возрождение страны, которое происходит сегодня. Не было бы возможности для России вновь стать Святой Русью, если бы не было победой 9 мая 1945 года. И это, наверное, должна признать даже та часть православной интеллигенции, которая в силу диссидентской привычки не любит военных парадов, не любит государственных торжеств, не любит массовых проявлений патриотизма, относится с недоверием к любому государству и к любой крупной и сильной социальной структуре. Без победы 1945 года не было бы места на Руси истинному христианству. Такова историческая реальность, таков духовный смысл, одержанный тогда победой. Можно по-разному относиться к символам, которые господствовали в свое время в нашей армии и которые сегодня воспринимаются как часть символики торжеств, связанных с Днем Победы. Когда в течение многих лет духовенство приходит к могиле неизвестного солдата, священники, архиереи, святейший патриарх приходят к месту погребения человека и возносят на этом месте заупокойную молитву. Да символ, который там находится, это не христианский символ. Но вряд ли кто-либо из православных архипастерей, священников, диаконов, мирян, которые приходят к этому месту каждый год и приходят всегда с благоговением и почтением, сказали бы вам, что они приходят ради поклонения огню или ради поклонения пятиконечной звезде. Люди приходят для молитвы, как они всегда приходят на любое место погребения, даже если оно не отмечено христианскими символами или отмечено символами, пусть далекими от христианства или противоположными ему. Мы молимся об усопших, мы молимся о людях, которые отдали свою жизнь за други своя. И церковь всегда будет о них молиться. На мемориальных кладбищах, где до сих пор стоит достаточно большое количество символов ушедшей эпохи. У могил, на которых стоят кресты. В чистом поле, где часто останки людей рассеяны по многим и многим местам, которые знает только сам Господь. И, конечно, в наших храмах, куда люди приходят 9 мая, чтобы помолиться о солдатах Великой Отечественной войны и о всех, кто потерял в годы этой войны свои жизни. Такова память нашего народа. Мы молимся и скорбим, помня, каким злом была война и скольких жертв она стоила. И одновременно мы чествуем и прославляем подвиг нашего народа, который, несмотря на давлевшую над ним безбожную власть, выстоял в этой войне, обеспечив России будущее, создав возможности для ее грядущего духовного возрождения. Всех поздравляю еще раз и с прошедшим праздником Победы, и с продолжающимися пасхальными днями. Воистину воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok